Игра, которая графикой напоминает старый Half-Life, в которой основной твой геймплей это поиск сигналов, исходящих от небесных тел, улучшение, починка оборудования и попытки не умереть заблудившись в лесу, ведь стоит проголодаться чуть сильнее, как у тебя начнут подкашиваться ноги. Правда, если говорить об этой игре максимально кратко и сжато, это уникальнейший симулятор с элементами хоррора, в котором ты боишься, но не знаешь чего. Не переживайте, никаких скримеров, игра очень располагает к себе и буквально сразу погружает в атмосферу одиночества, дарит уникальнейший игровой опыт. Придется учиться пользоваться различными радарами, настраивать антенны на поиск далеких сигналов, учиться использовать консольные команды в небольшом количестве, чинить сервера, убирать бесконечный срач в этом боком забытом месте, кататься на транспорте, который легко потерять, но невозможно забыть, и это лишь крохотная часть всего, что дарит эта игра. Перед прохождением я прошел краткое обучение основным механикам, чтобы, да просто, чтобы понимать, что это такое и как это, блин, работает. Для вас же все будет в новинку, готовьтесь к совершенно уникальному и погружающему в мрачную атмосферу выживанию. Айов, чуваки, вы на канале Айдо, и это 10 дней выживания в игре Voices of the Void. Вокруг только тишина, нету ни одной души, подарит страх у нас полна, но ты давай, давай дыши. Лишь одиночество твой путь, только для пряток места нет. Хочешь в пучину заглянуть, но знай, посмотрит, да в ответ. Один лишь день, одна лишь ночь, цепи растут, идет весна. Один ты здесь, никто помочь, не сможет только темнота. И снова день, и снова ночь, холодный пот, уставший взгляд. Лишь сам себе сможешь помочь, но тут у тебя пути назад. Мои рабочие будни начались с того, как я появился где-то в днях. Брошенный ночью где-то у обочины дороги с чемоданом наперевес. Мне нужно было что-то делать. И поскольку я запустил игру впервые, я вообще не понимал, что именно. Спешу вам сказать, что здесь взаимодействие с предметами не заканчивалось на одной кнопке. Давайте попробую рассказать все на примере каких-то простых вещей. Их можно было поднять на клавишу Е, предметы имели физические свойства, и их можно было вращать, как в древних свитках или фоллауте. Можно было взять предмет и активировать его уже в руке, положить в инвентарь, если предмет конечно был небольшой, или активировать его вовсе не поднимая. Но эти действия были строго индивидуальны для разных категорий предметов, и мне приходилось прямо-таки учиться с ними взаимодействовать. К примеру, вот это вот все я проворачивал в игровом обучении, которое я упомянул в начале видео. Так, пора возвращаться на ту обочину, куда нас закинули. Здесь нужен какой-то эффектный переход. Не понимая, что нужно делать, я поступил максимально реалистично. Так, как сделал бы в реальной жизни. Взял чемодан в руки и пошел по тропе. Благодаря своей иммерсивности игрушка быстро погружала в себя, и вот я уже ускорился, потому что в такой кромешной темноте не чувствовал себя комфортно. Тем более на фоне такой музыки. Эти два показателя в нижнем левом углу уровень сытости и бодрости. Никаких компасов кроме этого, и никаких точек интереса здесь, как вы понимаете, не было. Так что встреченным на пути знаком я был рад вдвойне. Один из указателей показывал, в какой стороне база. Второй был направлен на ворота. А третий... виски? Я бы не против, но все же мне кажется, что это не то виски, о котором я подумал. Шел я достаточно долго, значит местная карта была довольно большой, и заблудиться здесь в ночи можно будет проще простого. Я прошел мимо большой антенны, направленной в небо, но останавливаться, чтобы рассмотреть все получше, не стал. Что-то внутри меня прямо-таки говорило, что стоит поскорее найти безопасное место. Я перешел через мост, и на следующих дорожных знаках слова база уже не было. Пришлось возвращаться назад, и оказалось, я банально пропустил поворот в такой кромешной темноте, а ведь прямо за ним и было это место. С виду она была уже давно заброшена, все было завалено мусором, а на кодовом дверном замке висела записка с кодом. Вот это я понимаю, настоящая безопасность. Я затащил багаж в коридор и нащупал выключатель. Мне уже стало немного спокойнее, но обстановка продолжала быть нагнетающей. В одном из залов находился компьютер и куча разного оборудования. Я знал, что с этим делать, ведь приехал сюда изучать небесные тела. А точнее, я ведь прошел обучение. Здесь же стояла куча серверов и такой аппаратуры, которую я в обучении не видел. Я вернулся в коридор проверить вторую дверь, и, по-видимому, здесь я буду жить ближайшие 10 дней. Жесть, лучше не придумать. Мало того, что здесь был лютый срач, на моей кровати лежал манекен, на котором был странный лист с нарисованной ухмылкой. Тогда я про это не задумался и просто смял листок, но появляется вопрос, кто это здесь оставил? Прошлые работники или кто-то еще? Я начал осматриваться в своей комнате, будто бы в общежитии вернулся, честное слово. Покрутил в руках часы, а после стал разгребать багаж. В сумке лежал сертификат, пара батареек, пара ИРП, рулон туалетной бумаги и какая-то игрушка. Бумагу я оставил поближе к кровати, потом, пока рассматривал игрушку, случайно нажал на клавишу С. Она включала рэкдолл падения нашего персонажа зачем-то, зачем, пока мне было неясно. Я забросил игрушку в шкаф и принялся смотреть, что ж тут еще есть. В неработающем холодильнике одиноко лежал гамбургер, туда же я забросил один из ИРП. Сомневаюсь, что сухпайок может так быстро прийти в негодность, но все же. А потом я задался мыслью, а может быть холодильник все-таки работает, но просто не включен в розетку. Так или иначе, взаимодействие с предметами здесь было очень хорошим и я принялся искать розетку. Холодильник, как вы поняли, пришлось отодвигать. Поставить его на место было куда труднее, чем вытаскивать сюда. Дверки пооткрывались и оттуда все повываливалось, но, помутузившись минуту, я таки смог вернуть его на старое место. Второй бургер лежал на унитазе. Приятного мне аппетита. Но он тоже отправился в холодильник. Раковина вроде как не активировалась, а воспользовавшись туалетом, я восстановил 5% бодрости. Я решил вынести этот манекен из комнаты, как-то он меня немного напрягал. А через мгновенье я таки не понял, откуда взялся второй. И не зная на момент игры даже то, это симулятор или хоррор, я надеялся, что я просто его не заметил сразу. Здесь же лежала целая гора ящиков, но открыть их было нельзя, так что я подул в главный зал к оборудованию. Моя работа заключалась в том, чтобы отслеживать сигналы из космоса, записывать их и отправлять данные каким-то дронам для исследований. Эта установка это панель навигации. Суть ее работы в том, что сначала мы активируем импульс, видим примерное местоположение пойманных сигналов по этим красным стрелкам и ищем их источник. После чего фиксируемся на нем и переходим к другому компьютеру. Я услышал странный шорох на улице и когда присмотрелся, понял, что это все здешние антенны фокусируются на пойманном мной сигнале. А я тем временем чуть не утопился в здешнем джакузи и начал играться с мусором. Когда скрежет антенн прекратился, я пошел смотреть на второй монитор. Пока оборудование детектило источник сигнала и фокусировалось на нем, чтобы показать мне его изображение, у меня было время осмотреться. Шкафчики рабочих, к сожалению, были пусты, на столике лежало несколько батареек, а в противоположном углу лежал какой-то стиратель дисков и целая гора ящиков. Внутри ничего не оказалось, только какой-то наполнитель и мне стало ясно, что скорее всего это как раз таки ящики для отправки данных. Когда я разгреб срач с рабочего места, увидел здесь диск. Вот на такие штуки я и буду записывать найденные данные. А теперь посмотрите, как приятно здесь играться с мусором. Не знаю почему, но я получаю от этого какое-то своеобразное удовольствие. Я заметил телескоп и с ним можно было взаимодействовать, правда ничего толкового в небе я не увидел. При многократном зуме звезды просто поочередно затухали, а больше ничего здесь видно и не было. Сигнал еще отслеживался и свободного времени у меня было куда больше, чем я ожидал. Я решил посмотреть, что из себя представляет здешний компьютер. В нем было все, начиная от улучшения рабочей почты, магазина и прочих плюшек, на которые пока было рано обращать свое внимание. Нужно было разбираться, чем конкретно я здесь буду заниматься. Из письма я узнал, что буду ежедневно получать задания от доктора Бао. Он будет запрашивать у меня определенное количество дисков с данными разных уровней и периодически просить выполнять проверки спутников. Нужно будет проверить их хэш через консольные команды, а потом записывать этот номер на листе и отправлять его вместе с диском. Вроде бы звучало и не особо сложно, но запускать консольные команды, записывать хэш-код, нет, пожалуй, звучало все-таки сложно. Второе письмо было отправлено профессором Леей. Она была моим главным руководителем и сказала, что какое-то время на обучение всем процессам у меня есть, но она будет напоминать мне, какая у меня работа и чем я занимаюсь. Там еще были слова о калибровке спутниковых тарелок, об их серверах и что-то о системе ядерного генератора. Но я не хочу загружать в вас лишней информацией на данном этапе, тем более, что совсем скоро вы все увидите своими собственными глазами. Сигнал все еще загружался, и я решил, что стоит вернуться в свою комнату. Среди кучи ящиков я нашел пакет с кофе. По идее, я смогу заваривать его себе, вот только знать бы, как это делается. Или, может быть, вообще придется есть его в сухомятку. Я хотел положить его куда-то, но, господи, какой здесь был срач. Я решил очистить от мусора хотя бы эту тумбу, а вообще, конечно, было бы неплохо заняться уборкой. Вот эти сервера, все они могут ломаться, но пока моя цель это консоль. Я решил проверить состояние тарелок командой CV.ping. Она показывала, какие из них посылают ответный сигнал, а значит работают, а в каких произошел сбой, и вот эти красные символы значат, что одна из спутниковых тарелок не отвечает. На стене я увидел карту здешних мест. Насколько я понял, все эти буквы это обозначения антенн, а точнее первые буквы их названий. Честно, я нажал это случайно, даже не думал, что карту можно будет сорвать со стены. Но раз так можно было сделать, я решил использовать это на свою пользу, и повесил ее на противоположной стене, чтобы стрелка компаса совпадала с моей, и ориентироваться было легче. Говорю сразу, что это за радар, я не знаю. Исправление поломки было простой математической задачкой. Нужно было решать примеры и выбирать соответствующее звено в каждой из строчек. Если число было двузначным, нужно выбирать его последнюю цифру. Если оно было ниже нуля, просто игнорировать минус перед ним. Поломки на серверах ухудшают работу оборудования. Как именно и какого именно из процессов, я не скажу. И здесь, слава богу, успела посветлеть. Мне стало немного спокойнее, а компьютер наконец-то завершил обнаружение сигнала. Пришла пора настраиваться на его частоту. Для этого здесь было две крутилки. Одна отвечала за полярный фильтр, а вторая за частотный. Нужно было регулировать скорость двига полярного фильтра, и рано или поздно тот зафиксирует какие-то данные. Если нет, нужно сменить полярность и повторить этот процесс еще раз. А вот и сигнал. Теперь надо просто более точно отрегулировать направление фильтра и зафиксировать его на нужной отметке. Знаю, впервые это звучит довольно непонятно, но вот увидите, все довольно просто. Частотный фильтр работал по тому же принципу. Просто вместо сдвига по полюсу надо было уловить сдвиг по частоте сигнала. Здесь все было так же. Крутим ручку от минимального значения до максимального и находим между ними точку, где сигнал достигает значения 100%. Я так понимаю, вы уже перекрестились. Хотя, конечно, нужно было делать это перед всем этим процессом, а не после. Теперь этой ядской машине нужно время, чтобы загрузить сигнал. И этот процесс, судя по скорости записи в байтах, будет длиться довольно долго. Я решил выйти на свежий воздух и просто посмотреть, где же я нахожусь. Вокруг было чертовски красиво и очень солнечно. Я все еще не мог понять, где же я, в симуляторе ученого или каком-то хорроре. В главном зале с оборудованием была еще одна дверь. Оказалось, и тут пароль был таким же, а вот само помещение напоминало гараж. Здесь стоял квадроцикл. Ворота гаража с грохотом открывались, а значит я смогу передвигаться по этой большой карте не только пешком. В шкафчиках было пусто, только камни и записка, что с помощью инструментов можно ломать ящики. Но на столе с мусором я смог найти только тетрадь с некоторыми записями. Я не стал использовать переводчик и доверился своим поверхностным знаниям языка. Здесь шла речь о переработке мусора. Вот только зачем и для чего было непонятно. Зачем здесь нужна эта установка, я тоже не особо понимал. Разве что для перезапуска в случае какой-то критической ошибки. Надеюсь, я ничего не сломал. Поскольку загружена была только небольшая часть данных, я вернулся в комнату, немного подкрепился и повесил свой диплом на стену. Текст был не очень разборчивый и я решил присмотреться. Ой, я и забыл, что я в игре и здесь это работает немного иначе. Я вспомнил, что кажется от одной из антенн не поступал сигнал. Проверил консоль, пинг сервера виски не проходил, так что я взглянул на карту, увидел его местоположение и погнал в гараж. Ввиду высокой иммерсивности игры я получал удовольствие от всего. От езды, простой ходьбы, даже от звуков и графики. Первый раз я приехал не туда, но двигался в верную сторону, так что времени это много не заняло. На самом деле сервер этой антенны не отвечал и пришлось его починить. Уже из здешнего компьютера я пинганул все антенны еще раз, чтобы убедиться в том, что все работает. А после проверил их синхронизацию и пофиксил две антенны с самым низким ее значением. Черт, а ведь здесь и вправду было очень красиво. Но если честно, атмосфера одиночества на меня немного давила. Мне постоянно казалось, что здесь должно произойти что-то плохое. Надеюсь, что я в этом ошибаюсь. Дорога не могла пройти без происшествий и я застрял. Но благо, что квадроцикл можно было просто поднять и переставить на другое место. Только по приезду я заметил вот этот подземный бункер. Здесь пароль в 4 единицы уже не прокатил. И все мои попытки оказались тщетными. Мне было настолько интересно, что же там, что я попытался подсмотреть в щель возможную зацепку или комбинацию кода. Но там ничего не было. Совершенно ничего. Сигнал все еще загружался. Нужно было себя чем-то занять и выход я нашел достаточно быстро. Нужно что-то сделать с этим срачом. Я вышел на улицу посмотреть, нет ли здесь какой-нибудь помойки. К счастью, они были. Целых три пустых металлических бака, которые я не без труда перетащил поближе к дороге. Должен вам признаться, даже от такого непримечательного процесса я получал некое удовольствие. Но в мусор я выбрасывал только те большие кучи, а мелкие огрызки предпочел просто скидать в коридор. Вдруг их и правда можно будет переработать. За белыми занавесками я нашел еще один бургер. Нашел швабру и попытался помыть ее помощью пол, но ничего не получалось. В душе стояло ведро и я даже попытался набрать в него воду. Вроде как это даже получилось, но ставить предметы на пол я не умел. Я умел их только бросать. В общем, в комнате стало куда приятнее, а с остальным можно будет разобраться позднее. Сигнал, загружавшийся целую ночь и половину утра, таки скачался. Я передал его на соседний компьютер, прослушал... Отличный звук сверхновой с тонкой примесью сопрано. Я записал его на диск, установил в устройство, улучшающее качество информации, но эта штука почему-то не работала. Позднее я понял почему. На данном этапе игры это банально было недоступно и нужно купить эту функцию через главный компьютер за очки, которыми мне будут платить за работу. Кстати, я уже потратил все свои очки на улучшение скорости пинга сигналов из космоса, но надеюсь, что смогу заработать еще. Я взял одну из коробок со стола, поместил диск в нее и отправился в гараж. По идее я должен вызвать дрон как-то и он этот ящик заберет. По итогу я нашел этот щиток и дрон уже был в пути. Пока он летел я осмотрелся, здесь был такой бардак, что... Забудьте, я даже не представляю откуда тут взялось столько хлама. Я услышал какой-то звук и сразу понял что это. Воу, это было быстро. Пока я пытался разогреть гамбургер, увидел, что мне дали 5 очков, видимо за тот самый диск с данными. Из-за того, что наш герой был очень голоден, ему начала мерещиться еда. Все эти гамбургеры были ненастоящими, а я начал валиться с ног. Буквально. Чертов бургер пришлось греть раза 3, если не больше, так что в процессе я просто съел немного сухпайка. А потом на всякий случай выключил микроволновку из розетки. А вот эти ведрышки, скорее всего, это тоже была еда, но я пока решил ее не проверять. Да, все-таки те 5 очков я заработал с помощью диска с данными. Спустя такой длинный и напряженный первый рабочий день, наш герой очень сильно устал, так что я без капли сомнений пошел отдыхать. Снова я нашел какой-то странный зеленый гриб, причем прямо под кроватью. Но если вы думаете, что я настолько дурак, чтобы просто его сожрать второй раз, то вы сильно ошибаетесь. Я засунул это говно в микроволновку и разогрел. Кажись, когда я выбрасывал мусор, то случайно задел огнетушитель. Эта штука летала по коридору как сумасшедшая, и хоть у героя не было цифрового значения здоровья, но судя по тому, что в игре есть аптечки, его уровень хоть и скрытый, но у нас он точно есть. Наконец-то у меня появилась настоящая работа. Доктор Бау попросил меня добыть хотя бы один сигнал нулевого уровня, то есть без обработки его с помощью машины, которая у меня и так не работает. Через минуту ко мне на базу прилетел дрон, но сейчас я был очарован ярким звездопадом. Надеюсь, это не галлюцинации. В этот раз я ловил сигнал куда дольше, чем в первый, и поймал его попытки с пятой. Я уже запереживал, что сделал что-то не так, но пока забил свое внимание очередной проверкой спутниковых тарелок, а вот одна из них все же не отвечала. Мне повезло обратить свое внимание на весь список консольных команд и найти там установку цели компаса. Я надеялся, что это именно то, что мне нужно. Добавил в конце команды название тарелки Чарли и... Я не знаю, сработало ли это на самом деле. Стрелка компаса вроде бы смотрела в ту же самую сторону, или я это просто не заметил, но я все-таки решил рискнуть и пойти ночью через лес к одной из антенн. Мои надежды оправдались. Поход по жутко темному лесу оказался не напрасным. Трудно сказать, было ли страшно ходить здесь в темное время суток. Я не слышал никаких страшных звуков, каких-то подозрительных движений, но что-то все-таки вызывало небольшой дискомфорт. Сигнал был пойман наполовину, нужно было чем-то себя занять. Я решил попытаться переработать мусор. Разгреб кучу хлама и увидел, что на столе лежал молоток. Я сразу же забрал его себе, ведь по идее с его помощью можно будет ломать ящики, а после начал искать пластик. Когда на столе было достаточно мусора, я увидел знакомое иностранное слово. И к приятному удивлению у меня получилось. Вот только я не знаю, что с этим нужно делать дальше. Ящики ломались чертовски долго, поначалу я даже решил, что их вообще не сломать. Но внутри них были разные полезности. Какой-то SD диск, пустой диск для данных со спутника и, наверное, это был уголь. Оказалось, что древесину тоже можно было перерабатывать. Надеюсь, это добро мне еще пригодится. Когда сигнал был пойман, я начал пропускать его сквозь фильтры. Полярный фильтр, частотный фильтр. Загрузка снова будет длиться целую вечность. Но без тени сомнения скажу, в этой игре на атмосферу работало все. Даже ожидание. Я снова забыл поесть. Хорошо, что под рукой всегда был сухпоек. Вот только я немного переживал за то, насколько мне их хватит. И где мне брать новые? Я пустил заработанные очки в увеличение скорости загрузки. А после взглянул на тетрадь на рабочем столе. В старом приветственном письме доктор указывал на то, что нужно будет записывать на лист какой-то хэш-код спутника по вот этому вот образцу. А потом прикладывать страницу к коробке с дисками, чтобы дрон унес и ее. Я вырвал страницу из тетради, настроил свой компас на спутник-юниформ и выдвинулся в путь. Начиналось раннее утро, и под лучами солнца находиться в этом лесу было куда приятнее и спокойнее. С помощью команды CVHash я узнал нужный код, открыл лист бумаги и вписал его напротив заранее вписанных названий спутников. Повторил процедуру на спутнике отель и решил, как это называется, наехать систему и добавил команде название нужной мне тарелки, чтобы не ехать туда лично. Но это, к сожалению, не сработало. Теперь я буду знать, что работает эта команда только прям с терминала конкретных антенн. Но когда я приехал к следующей, то эта штука почему-то не работала. Я вышел наружу, чтобы попытаться осмотреть антенну, быть может на ней визуально будет видно какое-то повреждение. Опять-таки, чем была интересна эта игра? Да, обучали нас далеко не всем вещам и о многом нужно было догадываться логически или же путем проб и ошибок. Если что, это я просто споткнулся или спрыгнулся о слишком большой высоты. Кажется, что персонаж не сильно ушибся, так что давайте это просто проигнорируем. Я не знал, что мне делать, попробовал пропинговать сервер, но он почему-то не отвечал. Странно все было, ведь я сейчас работал именно на нем. Когда я сел на квадроцикл и только начал уезжать... Я так увлекся работой, что не заметил, как персонаж проголодался, а сейчас он просто потерял сознание. А мой квадрик в это время просто куда-то укатился. Карта была огромной, лес был до чертиков большим и однообразным. Я попытался пробежать в примерном направлении его движения, но, как вы понимаете, ничего не нашел. Даже проверил реку, вдруг он укатился сюда и лежит сейчас где-то на ее дне. Но, увы, делать было нечего и я побежал к униформу пешком. Почему-то он до сих пор не отвечал, хотя его сервер был в порядке. Что я только не делал. Рылся в консоли, осматривал сам компьютер, надеясь найти какой-то винтик или что-то похожее на поломку. Но по итогу все оказалось куда проще. Я просто прибежал не туда. В лесу я нашел заброшенный старый сарай, но попытки его вскрыть и найти что-то полезное оказались провальными. Так что я просто продолжил делать свою работу. Починил униформ и записал хеш-код последнего сервера, сервера Янки. По пути домой я увидел высокую смотровую вышку. Во всяком случае, я надеялся, что на нее можно будет забраться. Как вы понимаете, залез сюда я с одной единственной целью – отыскать свой мотоцикл. Но здешние леса оказались действительно чертовски густыми. Мои поиски закончились неудачей. Потеря квадроцикла – это на самом деле большая утрата, так как он сэкономил бы мне целую кучу времени. Ну что ж, я надеюсь, мне еще удастся его найти, хотя бы по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Тем временем на базе сигнал был загружен на компьютер. Я прослушал его, чтобы лишний раз убедиться – я не понимаю языка небесных тел. Запаковал диск с данными в ящик, а после прикрепил к нему лист. Звучит просто, но на самом деле я сначала пытался взаимодействовать с коробкой, после еще раз прочел письмо доктора с инструкцией, пытался положить лист внутрь коробки, но по итогу его нужно было просто бросить наверх. Дрон забрал посылку, а я тем временем просто зверски устал. Практически сразу после моего пробуждения дрон доставил сухпайок и диск с данными. Да, казалось, я буквально работаю за еду. И надо бы узнать, что будет, если я отправлю сразу два диска, а то еды как-то неумолимо становится меньше. Доктор Бао получил мой отчет и диск с данными, это было ну норм. И задачей на сегодня стала отправка сразу двух сигналов и проверка троих других антенн. Я сразу переписал название серверов, вырванный из блокнота лист, и вернулся к компьютеру. Очков улучшений у меня было больше сотни, и грех будет их не потратить. Тут было много интересных модулей, даже запитка квадроцикла, который я потерял, через солнечную энергию. Я приобрел радар различий, не понимая, если честно, что эта штука мне даст. Немного улучшил скорость загрузки, скорость пинга и стабильность серверов, а после этого принялся ловить сигнал. Скорость обработки данных оставляет желать лучшего, так что нет смысла просто так сидеть здесь и что-то ждать. Я забрал бланк, установил метку на одну из антенн, нужных для отсчета, и прямо посреди ночи побежал к цели. По пути наткнулся на большой трансформатор. Насколько я знаю, то они тоже могут приходить в негодность, и их время от времени нужно перезагружать. Но здесь никаких рычагов не было. Скорее всего, это просто главный трансформатор с датчиками трех дополнительных, которые уже мне придется чинить. В этот раз бежать через лес не было страшно, на фоне не было никаких посторонних звуков, ни нагнетающей музыки, чистая тишина, но я все равно испугался. Слышать громкий звук посреди ночи было довольно неприятно, хоть он и означал всего лишь то, что в фонаре села батарейка. Я выбросил одну из инвентаря, чтобы хоть как-то с ней взаимодействовать, но в такой темноте просто-напросто потерял. Буквально на ощупь я таки смог подняться в комнату к серверу, выложить батарейку и использовать ее для заряда фонаря. Тогда я еще не знал, что вот это значение показывало все это время уровень его заряда. Да, я пошел искать ту чертову батарейку, ведь ничего не должно пропадать даром, особенно в такой глуши. В итоге поиски мне ничего не принесли, я записал хэш-антенны Виктор, сразу же проверил остальные сервера на предмет работы, и, черт, два из них не отвечали. Подкармливаясь в пути сухпайком, я был в предвкушении утра. Записал хэш-код второй антенны, а когда пришел последний, застал рассвет. Ну разве это не прекрасно? Последний хэш-код был записан, и я потопал на базу. Передвигаться без квадроцикла было куда труднее и дольше по времени, нужно бы как-то попытаться его вернуть. Сигнал на радаре был зафиксирован, осталось покрутить полярный фильтр и частотный. Пока идет загрузка, у меня как раз есть свободное время. Нужно было найти чертов мотоцикл. Я решил попробовать ввести в консоль ту же команду, что находила нужные мне антенны, CVTarget, и прибавить к ней какое-то слово, обозначавшее транспортное средство. CVTargetCar, CVTargetMoto, CVTarget, даже не знаю, квадроцикл, CVTargetVehicle. Воу, я просто не поверю своим глазам, это сработало, надеюсь. Во всяком случае, компьютер принял команду, а стрелка компаса сместилась. Да, но вы только посмотрите на него, стоит как ни в чем не бывало. Будто между нами двумя ничего не было, и я не свалился с этой ядской машины, потеряв сознание. Ну, он не был на дне реки, уже приятно. На ближайшей точке с компьютером я еще раз пропинговал антенны, чтобы починить те из них, которые не отвечали. Пока я починил две антенны, сломалась третья. Да, напомните мне вкинуть порочку улучшений в стабильность серверов. В это время пойманный сигнал почти был загружен. У меня была пара минут на то, чтобы здесь убраться. Как только первый диск был записан, я сразу же начал искать еще один сигнал. Скажите мне, пожалуйста, я один чувствую такой микроскопический восторг, когда вижу, как калибруются эти огромные антенны. Надеюсь, что нет. Так или иначе, впереди меня ждет настройка фильтров. Что это был за звук? Признаться, не имею ни малейшего понятия, но слышал я его не в первый и не в последний раз. Пришлось чинить еще одну тарелку. О, а что это здесь делают гамбургеры? Черт, я опять забыл поесть. Хорошо хоть что свалился с ног я до того, как сел на квадроцикл. В остальном сегодняшний день был практически нормальным. Я случайно нашел одну щитовую под самую завязку, набитую мусором. Перезапустил мне трансформатор и без каких-либо проблем вернулся домой, где потрудился до самой ночи. Диски готовы, отчет приложен. Я наблюдал за тем, как медленно, но уверенно у меня уходит еда, и тех единичных сухпайков, которые мне присылают, их не хватает, чтобы полностью насыдиться. К тому же наш персонаж чертов гурман, который не будет долго есть одно и то же. Но в магазине еду я найти, к сожалению, не смог, так что потратил часть очков на улучшение и забрал хрень, которую заказывал в магазине. Что сказать, из всего, что там было, этот ящик больше всего походил на что-то, где может быть еда. Но, черт, это был просто пустой металлический ящик. Я, блин, понятия не имею, зачем он мне вообще нужен. Я съел одну порцию китайской еды, лежавшей здесь в бок пойми сколько времени, а после решил немного разгрести эти ящики. Кажется, в них попадалась еда, а в этом были еще и человеческие кости. Нет, ну а что, под кофе, по-моему, в самый раз. В общем, так или иначе, я немного разгреб эту кучу, попутно по новой засрав свою комнату. И под грудой ящика вскрывался какой-то странный люк. Бодрости у персонажа уже почти не оставалось, но я все же решил проверить, куда этот люк ведет. На его дне лежала картина с отсутствующей текстурой. Или же, так просто было задумано, сама по себе комнатка была миниатюрной, а за очередной горой ящика вскрывался проход, заложенный кирпичами. Очень интересно, что это за хрень, но я валился с ног и моментально лег спать. А вот подобное случилось со мной впервые. Я чувствовал предельный дискомфорт, когда увидел, как что-то гонится за мной. В итоге я проснулся рядом с кроватью. Видимо, я с нее упал, а все это было просто кошмарным сном. Плюс ко всему на станции не было света. Ну и я поступил максимально продуктивно. Я лег спать второй раз, надеясь, что в ночи меня ничего не сожрет. Хочу вам напомнить, что я до сих пор не понимаю, есть в этой игре вообще какие-то скримеры или монстры. Все происходящее пока что напоминало то, как ужастики именно начинаются. С каких-то странных видений и непонятной дичи. Я проснулся практически под утро, как раз перед прилетом дрона. Снова забрал сухпа и пустой диск, атмосферка была нагнетающая. Не работало совершенно ничего, и я понял, что это проблемы с электричеством. Я подкатил к центральному трансформатору, было видно, что один из блоков вышел из строя, а на линии энергосети появились искры. Я решил пойти вдоль нее. Мне не было понятно, что случилось со мной во сне. Это просто глюк, это первый из будущих ужасов, что меня ожидают. Или же просто так организм интерпретировал выключение света на станции, или то, что я лег спать, будучи выбитым из сил. Непонимание происходящего только подкрепляло тревогу еще сильнее. Поначалу на станции все равно ничего не работало, пока я не надумался вернуться к этой панели с выключателями. Наверное, это было что-то вроде распределительного щитка. Плюс нужно было по новой зажать свет в каждой из комнат. Улучшать пока я не стал ничего, впереди был новый рабочий день, и предо мной стояли новые старые задачи. Словить два сигнала и записать хеш-коды троих разных антенн. Я решил прикупить новый блокнот на всякий случай, ибо бумага для записей постепенно заканчивалась. А больше, к сожалению, ничего такого я здесь не нашел. Поскольку детектор с фильтрами сигнала одновременно и загружал сигнал и настраивал сам статус детектора, я решил, что после аварийного выключения ему нужно было время для перезапуска. Я пропинговал трансформаторы, и один из них уже сейчас держался на 30% отметке. Я решил, что нужно предусмотрительно перезапустить его, чтобы не застать очередное аварийное отключение в самый неподходящий момент. От трансформатора уходило три линии электропередач, и сломался второй из трех трансформаторов. Я решил сначала ехать к тому, который по счету слева направо был вторым, но, насколько я помнил, в той стороне я уже был и перезапускал их оба, так что двинулся направо, следуя за направлением кабелей. Возможно, это чересчур много подробностей, но я бы не упомянул этого и вовсе, если бы мое суждение не оказалось верным. Не имею понятия, зачем, я решил поправить перевернутую скамейку. Не удивляйтесь этому, эта игра каким-то волшебным образом заставляла меня действовать в точности так, как я поступил бы в реальной жизни. В будке с трансформатором находился еще один молоток, сухпайки и ящик. Молоток я трогать не стал, а вот один из ящиков разбил, причем не зря. Я подобрал довольно много еды, и как минимум ближайшие два дня в ней теперь не будет нужды. Хотя, зная то, что наш герой не особо любит есть одно и то же, я в этом не очень так сильно и уверен. Совершенно бесполезная мелочь, ну зачем нам гудок в такой глуши? Но, знаете, в реалиях полного одиночества это было не так уж и бесполезно. Главное, после какого-то из дней не начать разговаривать с мечами. Поскольку теперь от меня требовалось два сигнала первого уровня, то придется полученные данные прогнать сквозь этот компьютер. Поскольку раньше он не работал, значит я прокачал правильную вещь в меню, даже не зная, за что она отвечает. Ведь за улучшенный сигнал мне заплатят немного больше. Параллельно с очисткой старого сигнала я начал ловить еще один, чтобы аппаратура не простаивала напрасно. Да и на самом деле количество задач заметно возросло. Изначально казалось, что день длится непомерно долго. Но сейчас, шкоды трех антенн, два пойманных сигнала плюс случайные поломки серверов. Этого уже казалось достаточно, чтобы занять все мое свободное время. Я перенес купленный недавно сундук и решил сложить в него всю излишнюю экипировку. Диски, которые я не умел использовать и пару ИРП. Кстати, смотрите, диски с сигналом нового уровня даже светились иначе. А потом мои рутинные будни продолжились. Казалось бы, что задач не так уж и много. Проверь три антенны, парочку почини да запиши пару строк в блокнот. Но по движению солнца я заметил, что оно не сходит, а садится. А я увлекся процессом настолько, что мне показалось еще только утро. Пришлось немного ускориться. Пока второй сигнал начал обрабатываться, уже начинало темнеть. Я решила, почему я буду ждать завтрашнего дня, лучше начну искать новые сигналы прямо сейчас. Так что я словил еще один сигнал, закинул первый диск в ящик, починил один из серверов в главном здании и настроил фильтры. Поскольку герой не хотел давиться одинаковыми суппайками, я решил разогреть последний гамбургер. Как мне выживать дальше, учитывая кулинарные предпочтения нашего героя, я не имею ни малейшего понятия. Второй диск был готов, коробка запечатана, лист приклеен крышке. Готово, еще один день позади, и хоть особо лишнего времени у меня сегодня не осталось, я выполнил все свои задачи и уже ловил очередной сигнал на завтра. А вот что это за радар, признаться я до сих пор не понимаю. Он показывает 4 статичные точки, и пока некогда в этом разбираться. И представьте, чуть позднее я решил вопрос еды. Я не понимаю, как я мог этого не заметить изначально, но в интерфейсе компьютера была целая куча вкладок с разными категориями товаров. Еда здесь была в том числе. Много еды, это прям какой-то рай. Я решил заказать 2 гамбургера и банан, но всех товаров здесь было даже не сосчитать, включая особо интересные штуки, на которые нужно будет потратить очень много очков. Когда продукты пришли, я сложил их в холодильник и с почти спокойной душой лег спать. Я переживал, как бы и этой ночью не начались какие-то странные явления. Я попытался еще раз перезагрузить свет на щитке, но в коридоре он так и не зажегся. А потом стало ясно, что это просто был не тот выключатель. Казалось бы, вопрос с едой был улажен. Я могу заказывать ее дроном, и теперь остается только одно. Успешно выполнять свою работу, несмотря ни на что. Ловить сигналы, вовремя чинить антенны и писать отчеты. А вот вчерашний отчет почему-то оказался неполным. Нужно было еще раз проверить спутниковую тарелку квебек, но я решил на это забить и сосредоточиться на свежей задаче. Теперь это целых три сигнала первого уровня и, как обычно, запись хешкодов. Я был очень рад, что спустя несколько дней смог стабилизировать свой режим дня. Я ложился ближе к ночи и просыпался ранним утром. Идеально, и никаких тебе стремных ночных забегов. Все было как по маслу. Сперва я настроил фильтр сигнала, и пока бездушная машина его анализирует, можно отправляться записывать хешкоды. Вот только я боялся не успеть и решил посмотреть сперва на карте, где расположена какая из антенн, чтобы не делать крюков и посетить их в самом быстром порядке. По итогу первым делом я поехал к спутнику Индия, затем отель и в последнюю очередь Виктор. Он был самым дальним. В этот раз сигнал не был похож на планету. Скорее какое-то скопление газа или... Да ладно, если быть честным, я понятия не имею, что это за хрень. Второй сигнал начал чиститься, а я тем временем поймал еще один. Заглянул еще раз в магазин, как же он меня манил. И кофеварка, и дрон, и телевизор, какая-то брумба. Я решил потратиться на самую дешевую камеру, ведь для чего-то она мне здесь нужна. Сегодня я играл поздней ночью, и восприятие мое было совершенно другим. Я присматривался к окружению, шарухался при каждом стороннем звуке, пока ездил к антеннам, а такие звуки встречали меня уже несколько раз. Я забрал камеру и отнес ее в комнату. Покрутив в руках, смог ее включить и прилепить к стенке. Хотите, я сейчас расскажу вам одну жутчайшую хрень. Я ее заметил только при монтаже, и если бы увидел это сразу, то вряд ли бы вообще играл в это ночью. Помните манекены? Куда они подевались? Моя вездесущая невнимательность сохранила мне пару нервных клеток, но, черт, я даже не помнил, в какой именно из дней они пропали. Камера, к слову, как видите, была очень плохой, и картинка едва была различимой. Я решил еще раз спуститься под землю, чтобы рассмотреть, что находится за ящиком, да и добыть лишний сухпай. Но когда сломал ящик, что-то резко передумал. Я даже не хочу пробовать разбивать эту стену, и только теперь я понял, мне было бы куда более спокойно, если бы про этот люк я не знал вообще. Плюс один сигнал в копилку. Слушайте, а зачем в игре нужны вот эти шкафы, в которые можно легко спрятаться? Ладно, давайте забудем, чем больше я про это думаю, тем страшнее мне становится. Двое серверов не отвечали, и сверившись с картой, я поехал их проверять. На радаре все было по-старому, 4 статичные точки, ну хоть что-то у нас идет стабильно. В этот раз я взял с собой диски для защиты серверов. Как мне кажется, по логике эти диски должны защитить антенну от единоразовой поломки. Черт, вы это слышали? Я конечно допускаю, что я просто сбил какой-то камень, но ведь в первые дни я этих странных звуков даже не слышал. Моя паранойя, подкрепленная тем, что в моем настоящем доме была ночь, заставила меня закрыть дверь в гараж, так сказать, перестраховаться. Только вот я снова не подумал про это, ведь крыша здесь даже не закрывается. Впервые я прослушал отфильтрованный звук. Аппаратура даже могла вычленять из него текстовые сообщения. Правда, если бы они тут были, это было бы как-то слишком странно. И страшно. Я увидел в магазине чертовски дешевую еду и решил немного заказать. Параллельно, само собой, продолжая работать. Заказывал я печенюшки и куриные крылышки. К сожалению, мои страхи оправдались, и эта еда была, так сказать, одноразовой, в плане применения. То есть нажатие на кнопку. Ну вы поняли, есть свое дерьмо, никто не собирался. Я немного улучшил какую-то хрень, надеясь, что это ускорит статус детектора, а то загрузка данных проходила быстрее нее. Через минуту мне на почту пришло письмо. Я выполнил работу на отлично и заработал много очков. Часть из них потратил на улучшение, а часть на еще немножко еды. Потом еще нашел в магазине что-то вроде мусорных пакетов и, чем черт не шутит, решил попробовать их заказать. С их помощью можно было запаковывать весь этот мусор, а вот что делать с этим дальше? Я закинул еду в холодильник, скушал банан и решил проверить одну вещь. Увы, это так не работало. Чтобы вы понимали, я уже был немножко на взводе, и меня испугала вот эта хрень. Я настолько привык к этому рутинному рабочему процессу, что любая диковинка оказалась мне страшной. Я чуть не обделался. Сразу же сделал громкость игры потише, врубил свет на электрощитке, и я, блин, просто продолжал делать свою работу, стараясь не думать о том, что случилось. Да уж, пожалуй, с меня хватит и 10 дней выживания в этой игре. Слишком уж это нервирующе. Но стоит сказать, что даже после отправки дисков с данными, я все еще работал прям до победного конца, пока показатель стамины не опустился настолько, что героя начало штормить. Наконец-то я мог лег спать без терзаний совести. Главное, чтобы ночь прошла спокойно. Все-таки эта штука работает. Мое почтение разработчикам. Я решил оставить эту штуку там же, чтобы хоть что-то веселило меня в этом мрачном месте. Сегодняшний день, кстати, был вполне обычным. Запись вышек, пинг-сигналы из космоса. Я поискал, куда можно выбросить весь этот мусор. Кажется, я видел какое-то видео, где эти мусорные мешки выбрасывали в специальные зеленые баки. Но рядом с базой я такого найти не смог. Заказал пару дисков для данных, потому что не важно, сколько их я отправляю в лабораторию. Каждый день мне высылают только один такой диск. В этот раз я решил свериться с картой, чтобы посетить три нужные мне антенны для кодов и четвертую сломанную в нужном порядке, сэкономив тем самым и время, и топливо для квадроцикла. В принципе, порядок остался тем же. Сначала кило, дельта, отель и потом сломанный виски. Дельти. Что за... Оказалось, что эта галлюцинация гамбургера застряла в текстуре моего оборудования. Игра даже не старалась меня пугать, она создала такую атмосферу, в которой я пугал себя сам. Выставив два фильтра, я погнал заправить квадрик. Я уже забыл, как это делается и нащупал место для заправки лишь чудом. Нужно было ехать проверять антенны. Кило, дельта, отель и сломанный виски. В конце проверки я запустил автокалибровку всех тарелок. Вы это слышали? Подобная хрень начала происходить слишком часто, но я старался об этом не думать. Все же что-то подсказывало мне, что все происходящее здесь безумие наш персонаж выдумывает, и даже его сны это просто вследствие отшельнического образа жизни. Правда, ведь это не отменяет тот факт, что все манекены куда-то исчезли. Но про это, если честно, я даже не думал. Так вот, что тревожило меня все это время. Обычная палка. Не знаю, зачем я решил ее забрать. По идее, в том числе и она сможет пригодиться для крафта, хотя сам крафт пока кажется бесполезным. Я видел какие-то 3D принтеры в магазине, может быть с их помощью уже можно будет что-то сделать. Смотрите, не успело потемнеть, а у меня уже есть три диска с данными первого уровня. Как говорят труженики черно-оранжевых профессий, прогресс налицо. Работа была выполнена на отлично, и довольно приятно, что сегодняшний день прошел без происшествий. Хотя, признаться, освещение в комплексе начало работать немного с перебоями. Я открыл себе модуль автоматического направления полярности, но точно не знал, за что оно отвечает. По-моему, я понял, что это за звуки. Наверное, их издавал радар, когда в его радиусе действия появлялся какой-то движущийся объект. Очень удобная штука, но лучше бы я о ней не знал. Теперь каждый раз буду нагнетать, когда в чертовом лесу будут бегать олени до белки. Или что-то пострашнее. А еще сегодня я узнал, что севшие батарейки не исчезают из инвентаря, так что думаю, их можно будет как-то заряжать. Вокруг была темень, но еще всего лишь 8 часов вечера, так что до конца рабочего дня еще далеко. Вы ведь это тоже слышали? Что, блин, за дичь здесь происходит? Я решил заказать себе еще и большое мусорное ведро. По-моему, оно позволит мусору просто испаряться, и он не будет больше мозолить глаза. Но когда эта штука была доставлена... Да, я еще никогда так не ошибался. Попытки отправить эту срань обратно не увенчались успехом, так что да, я просто так потратил 50 очков. Видите эту хрень? Гамбургер на крыше здания. Я не знаю, как он там оказался, но решил пощекотать себе нервишки и попытаться туда залезть. Правда, это у меня не получилось. Я окончательно понял, что этот звук – это звук радара. Он зафиксировал что-то постороннее, и когда пригляделся, это определенно какая-то живая хрень, потому что она двигалась. Но, слава богу, в противоположную сторону. Я перекусил и лег спать. Сегодня был на удивление спокойный день. Седьмой день. Если я переживу его, то неделя работы будет позади. Всего лишь неделя или целая неделя. Если честно, я не знаю, с какой стороны на это смотреть. Сегодня я заметил, что в блокнот для записи отчетов можно было не просто быстро записывать шаблон, но и на лист сразу же записывались конкретно те спутники, что были мне нужны. Действовал я по старой схеме. Ловлю сигнал, пока Антена настраивается, еду записываю хэш-коды. В этот раз пришлось сделать немного иначе. Сигнал после улучшения загружался довольно быстро, так что я решил посетить только одну антенну. Юниформ. Потом я хотел вернуться домой, но... Это... Я уверен, что этой горы манекенов раньше здесь не было. Да уж, занимательно начинается день. И я снова играл в игрушку ночью. Но, если честно, пока держался неплохо. День только начался, а у меня уже было три сигнала первого уровня, а значит, можно будет смело повышать рабочую норму, так сказать. Забудьте, что я говорил о том, что хорошо держался. Эта хрень напугала меня довольно сильно. Я решил убрать ее со своего пути от греха подальше. Пока ловился очередной сигнал, я посетил оставшиеся антенны. С одной лишь проблемой. В одной из поездок отправился в противоположную сторону, изначально поехав за ложной стрелкой. А в целом, все было нормально, да поры до времени. Как-то это произошло слишком быстро, если честно. Я догадывался, что до аварийного отключения трансформаторам еще далеко, а значит, их вырубил кто-то или что-то. Уже начинало темнеть, и я решил поторопиться. Хоть квадроцикл уже и дымел, лучше сделать это до того, как солнце спрячется за горизонт, ибо страх потихоньку меня настигал. Он планомерно разъедал меня, ведь я не знал, ждет ли меня настоящая опасность, или это просто выдумка. Именно незнание ситуации и вызывало постоянную тревогу, то и дело усиливающуюся под вечер, и спадающую, когда наступает день. В трансформаторной будке я нашел немного припасов, а вот это зеленое ведро было бы хорошо забрать домой. Кажется, именно в него можно складывать весь лишний мусор. По приезду домой я решил проверить оставшиеся трансформаторы, чтобы понять точно, это что-то их отключило, или это просто его жизненный цикл подходил к концу. И к удивлению, это было второе. Один из них держался на уровне 30%, а второй всего лишь 19%. Немного посмелев, ведь это не происки какой-то твари, я отправился к нему прямо ночью. В кустах что-то тарабанело, скорее всего очередной баг, но страшно все равно было. Я не застоялся на точке ни одной лишней секунды. На эту ночь прочности сети точно хватит, а третий можно будет починить и завтра. Я стал чаще поглядывать на радар. Вот опять на нем что-то появилось, и это что-то медленно двигалось в мою сторону. Еще очередная застрявшая в текстуре хрень прямо рядом с моей комнатой. Я лишь надеялся, что это правда баг. К слову, заработанные сегодня очки я потратил на улучшение уровней обработки сигнала и автоматическую обработку. Теперь если мне будет нужен сигнал третьего уровня, не придется начинать каждую стадию вручную. Достаточно будет нажать кнопку всего лишь один раз. Еще я стал почаще смотреть на двери, и порой даже их запирать. Присматриваться к вентиляции или куда-то вдаль, при том, что за 7 дней игра всего-то и показала мне странный сон до гру манекенов. А вот очередная точка на радаре, но уже куда ближе ко мне. Ничего по-настоящему страшного здесь по сути не происходило, но я понимал, что я постепенно сдаю позиции, и каким бы хладнокровным я не хотел сам себе казаться, сам факт того, что я начал постоянно вглядываться вдаль, проверять радары лишний раз и запирать двери, ведущие в комплекс, это как ничто иное показывало, что моя тревога медленно, но уверенно растет. В итоге мне пришлось просидеть за настройкой детектора до 2 часов ночи, так как текущий сигнал постоянно ускальзывал из частотных фильтров, а на завтра оставлять его мне не хотелось. Знаете, что я вам скажу? А я вам скажу так. Я устал бояться. Какая-то хрень здесь творится, а я даже не понимаю, что именно. Странные сигналы на радаре, кажется, что больше сил уходит на переживания и страх, чем эта хрень мне по-настоящему приносит. В магазине я нашел цифровую карту за 150 очков. Знаете, если у меня хватит на нее валюты, я, пожалуй, попробую купить ее и посмотреть, может быть, она будет показывать метки с радара в том числе. Сегодняшней задачей стали сразу 5 спутниковых тарелок. Оскар, Янки, Папа, Новембер и Лима. За первую неделю я уже успел стать бывалым, быстро ловил сигналы, быстро все чинил и чуть не забыл о трансформаторе. Я порой все еще мог потеряться в этом густом лесу, но опять-таки смекалка позволяла находить дом, глядя на направление проводов. По приезду три сигнала как раз были готовы, и я отправил их в путь, прикрепив отчет. Все больше времени я смотрел на радар. Думаю о том, что рано или поздно эта хрень может оказаться не в сотнях метрах от меня, а буквально в паре шагов от входа в комплекс. Добыча сигналов давалась мне все так же легко. Я получил за работу 280 очков. Только вдумайтесь, 75 очков за проверку антенн, 90 за поимку сигналов, а за что еще 112 я даже не представляю. Надеюсь, это компенсация за моральный ущерб. И признаться, я не был этому особо рад, ведь мне хватает денег на эту чертову цифровую карту и ночью все-таки придется найти себе приключение. Перед этим мне пришла целая куча новых дисков, но теперь я заказал себе и карту, и карандаш, и домашнего питомца в виде камня. Вот так забавно он выглядел. Хотя, признаться, его взгляд меня немного нервировал. С помощью карандаша можно было рисовать, и я обязательно этим еще займусь. А вот карта. Когда радар что-то поймал в очередной раз, я сверился с этой картой. Хоть она показывала только местоположение вышек, но сориентироваться по ней я все же мог. И целью моей был источник того странного сигнала. Вы не представляете, как мне было страшно. Я шел к тому месту в кромешную темноту, старался не думать ни о чем, но, черт, вы знаете, как обычно ты себя чувствуешь в классическом хорроре. Но когда ты занимаешься в этом мире столь рутинными делами, с максимально реалистичными механиками, грань восприятия этой штуки как игры немного стирается. Ну и по итогу тут ничего не было, слава богу. Во всяком случае, я ориентировался на какие-то яркие штуки или громкие звуки, а их здесь не было. Я тут ни секунды не задержался, и быстро побежал домой. Испытание бесстрашия прошло 50 на 50. Я и преодолел свой страх, и не узнал, чего именно я боялся. Так что, считайте, все это было бесполезно. Я начал думать о том, чтобы узнать о возможном враге как-то иначе. У меня была хреновая камера, и в целом, каждая из дверей базы закрывалась на кодовый замок. Но поскольку в гараже был открытый потолок, я предполагал, что туда, в принципе, может что-то забраться. И поэтому решил перенести мою плохую камеру туда. Сначала установил ее напротив двери, но, сами видите, здесь очень трудно что-то разобрать, так что я повесил ее прямо рядом с дверью. Надеюсь, эта хрень, что бы это ни было, не поймет, что это за штука тычется ей в лицо. Теперь, если что-то будет ломиться в дверь, я смогу подсмотреть, что же там за хреновина. Ну а в остальном, все было стандартно. Я научился выставлять таймер для микроволновки, наконец-то на восьмой день. Решил закрыть этот чертов люк тяжелым ящиком, а вось это поможет мне не пустить сюда что-то. Некоторые спутники были сломаны, но чинить их ночью я даже не собирался. Легкая паранойя в это время давала о себе знать. Взгляд моего каменного питомца меня тоже немного напрягал, будто тот смотрел мне прямо в душу, так что я немножко его отвернул. С работой я справлялся, так что все было нормально. Опять очередной страшный сон. Я не понимал, что мне нужно делать, и таская предметы, постоянно ждал, как что-то появится из ниоткуда или вылезет со стены, и начнет двигаться в моем направлении. Но, к счастью, двигались здесь только стены. А стен я не сказать, чтобы боялся. Шел девятый день. Предпоследний день этого выживания, как я решил. Дни в игре тянулись довольно долго, и по сути своей были целиком повторяемыми, так что я не знал до конца, понравится ли вам это видео или нет. Я начал свой день, как обычно. Дисков для доктора мне нужно было всего два, так что я сразу же сложил их в ящик, а себе опять заказал вот эту штуку. Как я случайно узнал, в нее можно складывать какие-то вещи и продавать их, отправляя дроном. И я заказал себе мусорные пакеты, чтобы проверить, смогу ли я их продавать. Да, вы все правильно поняли, я хочу попробовать продать бесполезный мусор. Сегодня нужно будет посетить снова пять серверов, но они хотя бы находятся не очень далеко друг от друга. Сейчас посмотрим, получу ли я что-то за этот в прямом смысле мусор или нет. Оу, если честно, я в это не верил, но это сработало. Спутники были посещены довольно быстро, но сверху к ним пришлось залететь и в трансформаторную. По сути, за семь дней я перезапускал их по два раза, то есть раз в три дня. Но сегодня я заметил, как один из них опустился по напряжению к 30%, в то же время, как остальные находились в норме. Учитывая то, что я чинил их практически в одно и то же время, это меня немножко сбивало. Я разбил ящики слутом здесь, забрав все полезное, чтобы больше об этом не думать. День тоже был довольно спокойным, и с какой-то стороны это настораживало, но я потихоньку расслаблялся. Вот даже рисованием удосужился заняться. Я не знаю, похоже ли это на что-то или нет, напишите в комментариях. Жаль, что рисунок нельзя было прикрепить к стене, но я оставил его на панели одного из компьютеров, ну а потом начал рисовать еще один. Так увлекся, что стукнуло за полночь, и я решил доделать его завтра. Сразу спойлер, сегодня кое-что случилось. Я был напуган даже днем. Что ж, вот и он, последний день вдавящим на мозг выживание. Пока новый сигнал загружался, я решил дорисовать то, что начал вчера. И, пожалуй, я немного увлекся. Здесь уже угадать полегче, как мне кажется, но мало ли, можете подкинуть идейки, что нарисовать еще. А вот что за изображение проявил детектор. Эта штука выглядела неимоверно, но сейчас я не очень сильно обратил на нее внимание, потому что прошло достаточно много времени, а я еще не проверил ни одного спутника. А с учетом того, сколько еще антенн оказалось сломанными, их общее количество возросло до 7. Выстраивать быстрый маршрут по карте из-за этого было слишком трудно, уж больно много переменных здесь было. Так что я накидал примерную их последовательность и выдвинулся в путь, надеясь, что на столь большой заезд у меня хотя бы хватит бензина. На пути мне попался трансформатор, так что заодно я смог перезапустить его. А потом поехал к очередной антенне. Очень сильно испугался. Это что, какой-то пикник на обочине? Я забрал непонятную трехугольную штуку, съел пару печенек и какой-то странный фрукт. Черт, я не знаю как вы, но я уже успел приготовиться к лучшему. Вроде бы обошлось, только это, считай, был первый контакт с инопланетной расой, как я понимаю. И хорошо, что они спрятались в корабле или куда-то убежали. Буду надеяться, что они являются мирными. Вот только зря я, наверное, попробовал разобрать их корабль на части для крафта ненужного мусора. Я просто поехал дальше, и работа моя немножко затянулась. Пару раз я путал антенны, не замечая, что компас указывает куда-то еще. Был занят размышлениями, ведь только поздним вечером, когда я таки справился, и то не со всеми поломками, я понял, я ведь съел их еду, забрал инопланетный фрукт и утащил какую-то трехугольную хреновину, даже не понимая, что это, и важна ли эта штука вообще для них. В принципе, совершенно спокойно, это может быть ключ от их корабля, либо, не знаю, солянка. Точно, ключ по форме, ведь он как раз походил на корабль, а я даже не подумал попытаться его применить. Черт, глупый же, я все-таки человек. А вот пойманный сигнал оказался сигналом черной дыры, и только послушайте, как он звучит. Я просто должен его обработать и услышать этот звук, но уже без помех. После всех сегодняшних поломок, я пустил львиную долю очков прокачки на стабильность серверов, а после решил, раз последний день выживания подходит к концу, стоит еще разок пощекотать себе нервы. Я настроил навигатор на одну из сломанных антенн и пошел ее чинить пешком. Скажите, мрачноватенько так, но по итогу все обошлось. Этот сон походил не просто на какой-то кошмар, а на испытание, ведь на столбах были выступы, позволяющие избежать поднимающегося уровня воды. Но паркурист из меня был никудышный, это ведь не Ассейсинскрид. Ну что ж, так странно и местами страшно и прошли 10 дней выживания в швейцарских горах. Очень специфическое, но очень иммерсивное и погружающее в себя приключение. Ввиду того, что это довольно нетипичная игра, и что дни в ней длятся довольно долго, я решил, что для начала 10 дней будет достаточно, чтобы понять, понравится она вам или нет. А дальше мы уже посмотрим. В игре уже вышло обновление, которое как минимум изменило базу до неузнаваемости и добавило контента. И, возможно, проходить игру из-за этого придется начинать заново. В общем, пишите, как вам было это смотреть. Как минимум, играть в игру было очень интересно, и даже если это видео не вызовет особый интерес аудитории, я точно пройду ее хотя бы просто для себя. Мне было чертовски интересно следить за тем, как я постепенно становлюсь параноиком, и как мой скепсис постепенно развеивается, превращаясь в навязчивую идею. Спасибо вам за то, что досмотрели видео до конца. Спасибо Дарктейлу, Тарасу, Зайцу Топорику, Редиске, Зетмен Геймеру и Юпиди Фрику за поддержку канала. До встречи в новых видео.